друзья всем огромный привет с вами светлана 24 октября у меня понедельник также как и у вас а соответственно значит я начинаю свою вышивальную неделю и по традиции и и я начинаю с маков белых от фирмы алиса но я не знаю по моему уже обложку можно не показывать потому что и так понятно что будет ну для тех кто не знает вот пожалуйста так она выглядит белые майки вот такая красота а ожидает меня впереди я уже вышила здесь шестьдесят семь процентов работы это уже прям вот дизайн который неумолимо стремится к финишу остается совсем немного но я его вышиваю в понедельник во вторник иногда чуть больше уделяю времени как например на прошлой неделе но и соответственно получая большие результаты вышивается эта работа очень легко за счет 14 каунта основы и очень логичной схемы с огромными фрагментами которые вышиваются одним цветом здесь прилично полукреста что тоже облегчает и ускоряет работу потому что этот полукрест вышивается быстрее и он такой яркий здесь ты не тоскуешь на фоне потому что он не коричневый не серый ну соответственно все замечательно так что буду вышивать сегодня может быть еще и завтра и скорее всего я помещу пяльцы вот сюда в правый верхний угол буду стремиться зайти к нему здесь уже до правого нижнего остается совсем немного но это я оставлю уже скажем так на закуску чтобы в самом конце было мне проще и быстрее финишировать а вот сейчас займусь вот тут наверное будет у меня полукрест да здесь полукрест и вверху вот я ими займусь буду вышивать до этого мака вот на той неделе я вышила вот этот мак теперь буду себе делать жизнь более разнообразной за счет вот этого фона тут он какой-то такой в полосочку какой-то интересный ну буду шить скорее всего полукрестом яркими вот этими вот бирюзово-зелененькими оттенками ну скоро покажу свои продвижения и так могу похвалиться своими продвижениями сейчас вы видите что я на вышивала очень много полукреста но он здесь был приятный классный весь в два сложения весь в одну сторону и весьма весьма приятными цветами но по крайней мере мне было очень приятно бирюзовые голубые зеленоватый темно-зеленый скучать было некогда все было замечательно здесь только один полукрест и если в стежках то у меня получилось ровно две тысячи стежков а в процентах сейчас моя работа готова на три четверти семьдесят пять процентов показывает программа и я конечно очень довольна это но это реально круто ну а теперь теперь о том что у вас на экранах а это как раз мои новые пяльцы но я такой человек я уже говорила консерватор во многом не не спешу никогда покупать какие-то новинки в плане аксессуаров именно в аксессуарном плане я такой немножко вот консерватор и соответственно когда только появились эти пяльцы квадратные я не сразу их попробовала попробую уже намного позже уже весь youtube все блогеры в других соцсетях сделали на них обзор написали свое мнение у меня их еще не было ну и не так давно у меня появились пяльцы квадратные небольшого размера вот на них я сейчас вышиваю свою прогулку в город от dimensions но это небольшой это троечка да все разбираются 19 с половиной на 22 сантиметра они тоже такие приличные хороший большой объем и мне на прошлой неделе как раз вот они очень помогли когда я запялила прогулку в город в эти пяльцы вот вот реально помогло это у меня увеличился обзор и перестала мешать вот эта свисающая ткань а заправлять как я уже говорила я не люблю ее нет это не мое не закалывать не заправлять ничем ни кем уже эти пяльцы я поняла что они такие тяжеловатые ну а что касается вот этих они конечно еще более тяжелые у них 25 на 29 сантиметров размер но вот я их заказала на прошлой неделе именно на волне того что меня спасли вот эти пяльца очень понравилось на них вышивать ну и меня в комментариях к прошлому видео как раз попросили поделиться своими впечатлениями хотя как я уже говорил уже все поделились кому не лень и лень было впечатление но наверное интересно да что что я о них думаю как вы знаете я вышиваю без держателей я не люблю с ними вышивать мне нравится то приближать работу глазам то удалять ее и при этом самой над нею не плясать спину не гнуть ну то есть есть свое определенное свое определенное удобная поза для вышивания в которой мне реально комфортно и никакие держатели никакие станки мне не нужны потому что они меня сковывают я такая очень неподвижная вышивальщица постоянно меняю позу постоянно то ногу закину то под себя то еще как-нибудь ну в общем не мою и я конечно очень люблю свободный доступ к изнанке даже все вот эти вот крутящиеся вертящиеся девайсы это тоже не для меня это все равно сложнее чем просто взять и перевернуть туда-сюда пяльца эти пяльца они да тяжелее но вы знаете они мне понравились вот теперь я их погоняла два с половиной дня и могу четко сказать что да им прям вот место в моей рукодельной жизни теперь они у меня будут понравилось с тяжестью этих пялец я справляюсь очень просто ну во первых я вообще наверное вышивальщица качок вышивальщица халк потому что даже когда появлялись норги металлические мне я слышала отзывы о том что они тяжеленькие что их сложно запяливать они там да там плотная такая вот эта пружина ну типа пружины да вот это вот само запяливание для кого-то составляла сложному кого-то вылетала выскакивала я вообще проблем не испытывала могла запялить их даже одной рукой ну то есть видимо у меня просто сильные руки сильные пальцы но это неудивительно я так-то мама двух мальчиков погодков и их так в прошлое маленький экскурс приходилось зачастую одного нести в слинги а второй еще плохо очень ходил и зачастую просился на руки у меня был такой что я просто шла и несла двух детей на руках такое тоже у меня было но соответственно ручки у меня все-таки более подкачаны чем у большинства девчонок поэтому для меня это не тяжелые да они тяжелее чем остальные они тяжелее чем предыдущая тройка но я опять же говорю вышиваю я в позе сидя на диване вытянув ноги иногда под себя их подкладываю засовываю по турецки сидеть очень люблю и соответственно во время вышивки у меня вот эта часть опирается на живот а я такая девочка не худенькая живот у меня имеется и соответственно вот рукой я держу вот так левой рукой держу и у меня большой палец держит сами пяльцы а снизу средний и безымянный вот находится вот в таком положении они как бы поддерживают снизу вот так вот дополнительный соответственно вес распределяется очень грамотно ну я не ощущаю его и вот так вышиваю и в два прокола вышиваю по всякому верчу их вот так могу вышивать вот так как угодно то есть опять же мне вот эти держатели не нравится тем что я не могу крутить вертеть вышивку так как мне нравится то есть вышивка вокруг меня я солнышко они наоборот соответственно мне все понравилось и понравилось то что ну естественно и уголочек здесь у меня хорошо запялился с учетом того что тут не особо богатый отступа канвы и с учетом того что очень много зашло в пяльцы и мне не надо было их переставлять а здесь шли такие быстрые большие зашивки фрагментов соответственно мне тоже это было очень очень удобно и даже вот здесь у меня практически вошла полностью работа по ширине вот здесь вот край работы но тут у меня видите запас если бы я ее чуть выше запялила то вообще бы по ширине пол работы запялено бери занимайся и вышивай поэтому все нравится нравится цвет у них все замечательно и впечатление у меня самые положительные но вот пока по итогу двух с половиной дней можно так сказать я довольна классная покупка но покупать еще 156 таких пялец я не намерена я такой человек но в опять же говорю что не стремлю себя окружать огромным количеством аксессуаров пока мне вот достаточно если появится потребность то будут и другие пластиковые пяльцы норги и железные норги мне очень нравится а вот с деревянными у меня таких восторгов нет но я просто так предполагаю что все-таки наверное по жизни дерево не мой материал я все-таки больше люблю металл и и пластик да если касается пялец это это все-таки больше мои материалы мне с ними приятнее работать и приятнее держать в руках вот как то так на этом мы с алисой на этой неделе завершаем она уже совершенно четко выходит на финишную прямую но самая легкая я конечно но вышивала это фон тут его еще совсем немножко будет и вот уже обозначился еще один последний маг он будет приличным по размерам но и в то же время интересного сердцевинка будет и белые серые участки вот эти вот скучненькие все будет но это уже будет на следующей неделе у меня сегодня вторник 25 октября кстати сегодня уже было частное лунное затмение нет солнечное затмение ну не важно но я его не заметила потому что у нас как раз распогодилась появилась солнышко и прям так хорошо хорошо погуляла полюбовалась желтыми разноцветными листьями и вот это рыжее настроение меня не отпускает я решила все-таки взять сегодня лисичку до рыжие отражение от рта и артикул вот так вот будет видно не смогла я надолго с ней расстаться буквально в конце прошлой недели и ею завершала свою вышивальную эпопею и вот снова ручки у меня потянулись к рыжей хочется мне ее завершить сделать уже ее личиком мордочку кто как называет ушки в общем все 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 доделать здесь уже вот просто маячит край работы правый верхний угол буду идти туда сейчас у меня есть схема в саги соответственно я уже знаю что у меня 16 процентов работы готова вышивается она замечательно и схема удобная нитки замечательные дмс основа цвайгард 16 каунта все супер-пупер вообще никаких напрягов этот процесс не доставляет только радость и отличное настроение такая хитренькая мордашка уже появилась эти глазенки такие за щуренные что она вглядывается ищет свое отражение там до оранжевые листики похожие на ее шерстку так что да хотелось бы мне конечно довести до 20 процентов посмотрю как пойдет работа но сейчас запал заниматься этой лисичкой но потому что реально она прикольно она классная и смотрю на ю тубе еще появляются старты лисички так что самое время вышивать осенью а еще когда ну конечно тут нам мы можем быть и сезонными вышивальщицами а можем вышивать просто по настроению рыжие настроение может быть не обязательно только осенью а у меня рыжие отражение все-таки ладно пойду вышивать сейчас хочу показать свои продвижения по лисички они у меня очень приличные удалось мне повышевать 1400 крестиков сейчас работа готова более чем на 22 процента я прям уже уверенно подбираюсь к четверти и она меня конечно увлекла вот пока что она такая пятнистая думала все зашить но уже смотрю сегодня у меня уже утро четверга четверг сами знаете чему я посвящаю поэтому пока что показываю вот так но я не хочу эту работу откладывать до следующей недели я все-таки к ней еще вернусь возможно сегодня вечером возможно завтра утром когда позанимаюсь хардангером потому что ну реально цвета божественные просто великолепные я обожаю эту палитру вообще я заметила что много у меня работ ну приличное количество работ вышивала с этими нитками ну то есть вот эти вот 741 742 я уже их знаю 975 вся эта вот рыжина ну по моему да в том году у меня была лисичка от фрузилка у меня есть лисичка и от буциллы и еще я давненько вышивала тоже у меня была лисичка там тоже такие яркие оттенки и даже не знаю сохранилась ли у меня фотография надо будет посмотреть и я еще вышивала по схеме надежды григорьева это мандаринка вконтакте у нее группа наруто и он кто в курсе аниме до девятихвостый лис у него вот на коленках был тоже там вот эти вот яркие яркие оттенки и сейчас вышивая эту лисичку я вспоминаю все вот эти свои работы люблю да люблю этими оттенками я работать и работа процесс идет быстрее быстренько прям хорошо ну здесь конечно огромное уважение дизайнерам хорошую схему разработали ну и уважение к рт о потому что качественными материалами всегда работать приятно и интереснее и ну в общем самые самые лучшие у меня сейчас впечатление не хочется отрываться но все-таки я оторвусь потому что священный день хардангера неумолимо подошел и сейчас я покажу чем буду заниматься сегодня в хардангере своем и так вот она моя дорожка в технике хардангер по схеме мамена риаса испанского дизайнера вот жулик тут подтверждает тоже я каждый раз конечно говорю об этом потому что ну кто-то присоединяется кто-то еще не видел моего процесса соответственно вот повторяю показываю вышиваю я на основе джабилан 28 каунт белого цвета как вы видите нитками перле от фирмы финка 8 и 12 номер два цвета у меня здесь но сейчас освещение может быть не так четко показывает бледно-голубой и белые цвета на прошлой неделе я сделала вот этот центральный элемент и теперь как и грозилось перехожу вот сюда буду делать вот этот ромбик здесь как бы идет ромб в ромбе здесь будут по-разному резаться нитки ну в разной последовательности вот это место повторит узор центрального ромба вот этого тут вот будут такие же интересные квадратики с двойными бридами и в центре вот здесь маленький ромбик здесь будет ажурчик там будет похожий цветочек вот вот с этой вот темы вот отсюда очень похоже на там будет поинтереснее там будут еще дополнительные элементы все они мне знакомы просто как как обычно в другой последовательности и поэтому это будет это будет дополнительно интереснее это будет делать но я уже настроилась поэтому сейчас приступлю к резке ниток это самое интересное но и самое ответственное дело перед перед камерой я не буду этого делать потому что я боюсь что смогу ошибиться где-то отрезать ниту нитку это конечно ну не очень приятно мягко говоря конечно поправимо можно заделать можно поколдовать но лучше лучше резать все таки правильно чтобы не было никаких таких вот неприятных ощущений поэтому не буду обещать вам точно вот сам процесс подрезания ниток он требует сосредоточенности внимания я этим вечером никогда не занимаюсь всегда это делаю с утра на свежую голову ну соответственно буду заниматься а вы уже совсем скоро посмотрите плоды моего труда и 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 не так много времени я повышевала и как видите приношу вам пока что промежуточный итог ну ниточки я порезала все хорошо и сделала часть ромба вот эти вот бриды такие же как и в центре я делала на прошлой неделе но вы видите тут их поменьше было попроще и побыстрее нос со временем у меня был немножко по похуже соответственно вот эту часть вот это вот я не сделала там самое такое интересное но оставила это на потом так тоже бывает не все всегда успевается в срок когда хочется ну вот покажу поближе эту красоту пока что вот так выглядит промежуточный итог продолжу на следующей неделе и возможно начну уже следующий ромб который симметрично на этой же стороне симметрично вернее вот основной вот основному нашему центру вот он здесь еще не порезаны он будет точно таким же только в зеркальном отражении меня спрашивают каким какой будет по итогу готовая дорожка но высоту она то есть вот так вот 40 сантиметров от кромки до кромки а в ширину в длину 80 сантиметров она не маленькая на реально не маленькая это такой вот прям хорошая полноценная дорожка но в моем случае будет на комод можно и на стол и и постелить кому куда удобнее кому куда прикольнее так что вот с такими итогами я завершаю включение охардангерин но мы с ним стабильно встретимся уже на следующей неделе поэтому за его недостаточное продвижение можно не переживать но уже да уже видно что появляются дополнительные ажурчики узорчики очень здорово потихоньку потихоньку главное главное не забрасывать и постоянно что-то что-то делать хоть не небольшие шаги но они нас будут будут приближать уже к самой главной цели то есть к финишу золотая осень у нас продолжается а соответственно хочется вышивать все такое же золотое рыжая и огненная и красивая у меня еще одна лисичка она уже совершенно другая от жар птицы тоже очень хачушный дизайн великолепный огромное спасибо со мною поделились подписчики с электронной схемой и теперь я точно знаю что мне готова 24 процента работы представляете вот совсем немножко я ею позанималась на прошлой неделе повышевать ее не удалось поэтому я решила на этой неделе оторваться значит я вышиваю по набору единственное что заменила основу в жар птицы все таки основа ну но никуда не годится ладно простим за дешевизну и милоту дизайнов я взяла линду от свайгард вот с такими еле видными желтенькими разводами интересно мне кажется на ней получается и пенка кирова ниточки ведут на ней тоже себя очень хорошо никаких претензий нет я к ним уже приспособилась еще с лисичкой от овна тут на равномерке вообще просто прекрасно то конечно на обложке не отшив и в крестиках она получается намного симпатичнее организации у меня никакой нет вот прям здесь в обложке лежат нитки нитки яркие их немного но собственно и сам дизайн это небольшой соответственно я надеюсь думаю что у меня все хватит даже если чего-то не хватит я не думаю что здесь какая-то вот прям критическая такая будет трагедия все можно заменить подобрать найти тут особо-то и вышивать нечего продолжу вышивать саму лисичку лапки эти и и которые мне безумно нравится хвост оранжевый тут тоже есть где развлечься ну и конечно пенек с чашкой чем-то вкусненьким да там и собственно чайничком чашку она держит в руках в лапках не вода в руках да вот отождествляю я эту лисичку все-таки с человеком вот такая милота будет буду выживать и до любоваться осенью за окном и своих пяльцах друзья у меня суббота 29 до уже 29 октября и что я хочу сказать я пропала я взяла в руки эту лисичку и поняла что не могу от нее оторваться вот действительно это такое удовольствие ну мне нравился очень этот дизайн причем долг долгое время и плюс еще тут все совпало на улице желтые листья красиво на основе тоже оранжевые оттенки а еще в сочетании с любимым фиолетовым зеленым красным но здесь вот что ниточку я не беру то радость и просто наслаждение цветом в общем я решила что этот процесс я завершу но потому что сил нет нравится нравится идет хорошо и я как всегда если мне что-то вот идет хорошо я этим всегда пользуюсь и пользуюсь на полную как катушку до завершения сейчас у меня готова почти 70 процентов работы там 67 может быть 68 я уже последние там полукрестики не отмечала почему потому что я смотрю сейчас начала смотреть интересный сериал новенький это новинка от netflix кабинет редкостей гильермо дель тора там каждая история там по моему всего шесть историй и каждая история она отдельная вот сейчас я посмотрела первые две серии мне все понравилось я люблю такие вещи мне нравятся сборники ужастиков таких по ну вот по схеме когда собраны разные истории вот как антологии да я в таком удовольствие сейчас посмотрела и у меня работа просто летела хотя местами я конечно отвлекалась потому что есть на что посмотреть но это опять же на любителя я люблю такие вот мрачные истории вот вторая история была по рассказу генри катнера кладбищенские крысы она совершенно там по-другому показана но рассказ мне тоже нравится но даже вот в кинематографическом отображении еще интереснее получилось они там много всего по намешали добавили но довольно таки забавно смотреть вот жулик тоже в восторге подтверждает тут рядом он просто играет играет и разговаривает со мной с вами может быть сам собой буквально знаете хочу сказать что буквально на но в ближайший месяц или два прошедших я читала книжку линкольна чайлда и дугласа престона это два автора кабинет диковин вот кабинет редкостей у гильермо дель торы здесь кабинет диковин но смысл один там в начале идет вот именно пояснение что в 19 веке такие кабинеты редкости кабинета диковин создавались как маленькие такие музеи люди которые путешествовали либо путешествовали потом коллекционировали разные интересные вещички привозили с экзотических стран у многих из этих вещей были интересные истории это могли быть что угодно маски и книги какие-то кости ну вот все все что угодно и они делали такие вот кабинеты куда могли приходить за небольшую денежку и посетители смотреть и разглядывать эти вещички возможно слушать какие-то интересные истории но вот все в таком духе но это были маленькие такие частные музеи не какие-то там большие такие вот научные центры это были вот просто такие вот инициативы и вот что в книжке там как раз о таком кабинете диковин шла речь ну а здесь сериал это кабинет редкости где собраны вот тоже самые разные истории разных авторов там разных режиссеров даже и соответственно это очень очень интересно вот такое у меня совпадение получилось кстати книжка мне понравилась но не сказать что вот она прям супер-пупер там какая-то имеет литературную ценность но для того чтобы хорошо провести время послушала почитать послушать приключения детектива пандергаста связанные с прошлым это довольно таки интересно и забавно я люблю такое кстати давно уже я не рассказывала что смотрю что слушаю что читаю и вот как раз сейчас пришло этому время но очень меня увлекла лисичка увлек и сериал так что я решила сегодня у меня еще полдень я продолжу вышивку под этот приятный сериал для меня я его не буду всем рекомендовать потому что для кого-то может показаться страшненьким но вы вот сейчас смотрите и скажите тут наверное уже все вышито кроме бэка но нет посмотрите здесь еще много у меня будет работы внизу нужно будет сделать травушку-муравушку здесь будут как крестики в два сложения так и полукрестики в одно сложение кстати вот полукрест здесь весь идет в одно сложение мне понравилось его делать он такой хороший эффект создает вот эти вот завитки пара наверное но очень здорово смотрится причем вот здесь как бы идет такой обратный эффект когда не зашитое место вот типа как ну типа техники оси есть такая техника когда зашивается все вокруг рисунка сам рисунок остается не зашит и вот здесь вот тоже вот в таком плане а здесь уже зашиваются сами вот эти вот завитки пара интересно что вот сейчас буду доделывать бэк доделывать листочкой не тут разрозненно летают но их делать несложно и опять же мне помогает короткая нарезка ниток я очень довольна вот знаете никогда не думала что у меня будет так радовать короткая нарезка не так но это действительно так мне нравится я прям беру одну нитку складываю пополам она вообще очень очень короткая вот эти вот маленькие места они прекрасно зашиваются и не надо обратно ее навешивать куда-то там на органайзер или еще куда-то в общем это очень удобно работа летит схема очень продуманная и да ну вот у меня есть сага но я вышиваю по бумаге потому что мой гаджет занят сериалом и по бумаге нормально мне вышивать даже даже увлекает поэтому вообще никаких проблем но опять же схема великолепная легкая вот настолько мне нравится что не хочу отрываться и подозреваю что скорее всего дименшинса не будет на этой неделе но не знаю вот успею ли я его как-то значительно продвинуть пошлить чтобы было что показать вам за воскресенье тем более у меня воскресенье же будет тоже занято и вторую половину я как правило вам показываю что-то потом уже занимаюсь монтаж видео вывожу чтобы уже в понедельник вы вышивальную неделю посмотрели в общем не знаю пока и у меня вот все в голове еще не не устаканилась хочется продолжать дальше лисичку вышивать чтобы была готовая работа у меня уже давно не было готовых работ хотя нет последняя была до в начале октября это был орел от dimensians и все весь месяц я планомерно трудилась но надо себя порадовать финишем тем более когда к этому лежит душа у меня уже воскресенье заключительное включение и как вы видите лисичка готова но вот как говорится все нужно делать вовремя я ее завершила мне оставался только бэк утром сегодня и как-то отложила съемку финальную и как показывает практика все-таки сделала это зря потому что дни то уже становится короче а еще у нас сегодня весь день идет дождик как как-то вот в безостановочном режиме он вообще не прекращается соответственно освещение так себе и сейчас у меня уже вечер но не знаю насколько хорошо передает камера но в принципе неплохо я выкладывала сегодня кстати утром фотографии с этой лисичкой тоже была задумка ее поснимать в желтых листиках так чтобы вот было осеннее такое настроение ну какой что-то съемка на планере если идет дождь если вот так вот мерзопакостно на улице так что все в домашних условиях сделала фотку и уже в инстаграм в телеграме в ее запостила забыла слово да и ну мне кажется неплохо получилось ну и сейчас тоже вроде бы вроде бы ничего хорошо передается у меня самые самые крутые эмоции по поводу завершения этой работы это действительно вот тот дизайн который меня очень сильно зацепил и я понимала что вот мой на сто процентов и открою вам тайну еще прошлой осенью я про этот набор положила на свой рукодельный комод с надеждой что я все-таки в мои ручонки дотянутся до него и я его начну а может быть и завершу но они такие не дотянулись у меня там были другие проекты кто со мной давно тот помнит ну сложилось так что этой осенью все-таки я ее вышила вот обложка наборах которая ну совершенно ни о чем потому что это не отшив это скрин с программы вы видите здесь то приблизительно крестики полукрестики как все это выглядит вроде как бы да схематично но в реале посмотрите насколько ярче насколько сочнее получается работа на такая живая и мягкая у нее появляется какой-то даже объем да я здесь заменила основу но все знают ну кто не знает тот поверьте мне это правда что в жар птицы канва очень очень плохая вот прям плохая не надо на ней вышивать если вы уже имеете большой опыт лучше замените на то что вам ближе что вам больше нравится но в данном случае вот у меня здесь равномерка это линда от свайгард она такая немножко с разводами ну наверное чуть-чуть видно все таки если так это немножко напрячься то можно эти разводы увидеть в жизни их лучше видно они такие желтоватенькие ну вот вы видите да вот белый фон картинки он не такой он более белоснежный даже чем основа здесь может быть даже вот такая более более теплая основа она вот дает вот это вот осеннее настроение я очень довольна тем что заменила конечно мне понравился тот отшив я уже рассказывала да что увидела в контакте отшив на дизайнерской основе от мп-студии там прям листики осенние и вот на этом фоне была отшита эта лисичка очень круто смотрелось но к сожалению я такой основы не нашла а уже понимала что что хочу вышивать лисичку и что вот настал ее черед настало ее время поэтому тоже подобрала неплохую основу очень довольна работа на самом деле не большая но вот здесь размер готовой работы написан 18 на 22 сантиметра так оно и есть я вот потом у меня сперва работа была на пяльцах нурге вот этих вот металлических но потом я ее переместила на обычные вот эти вот пяльца которые я очень люблю у них диаметр 25 по моему или 24 сантиметра ну да вот и она у меня полностью вошла здесь я прям вот как дошивала на этих пяльцах так и и сейчас и оставила возможно даже и оформлю тоже в пяльце была мысль о пин кипе ну пока что вот в пяльцах любуюсь пока мне все очень очень и очень нравится значит что еще мне понравилось мне понравилось то что здесь всего в работе использована 19 цветов вот 19 цветов и получается вот такая яркая картинка просто вот ну обалденно это очень круто потому что у современных у наших свободных дизайнеров у них свобода во всем в том числе и в подборе количество цветов здесь они себя вот поверьте не ограничивают и очень странно зачастую видеть там картинку какую-нибудь 80 на 100 крестиков в которых и в которой там 43 цвета и плюс 17 блендов это это просто обычное дело если говорить там что плюс еще могут быть какие-нибудь четвертинки дробный бэк это тоже дополнительным бонусом идет тут дизайнеры да они не скромничают совершенно а вот в плане того что и конечно и здесь тоже работу делала дизайнер кстати давайте youtube тоже то вот дизайнер дали дарья слесарева художник дарья сидорова вот спасибо этим прекрасным девушкам за то что создали в такую картинку вот здесь дизайнера для набора не не проявлял волюнтаризм скажем так и работал вот с тем что есть и как вы видите это получилось очень и очень здорово очень удачно не нужны эти сто пятьсот блендов не нужны эти огромное количество цветов дмс к тому же здесь не дмс это жар птица значит это нитки пенка кирова но к с ними я уже знакома вы знаете на этой основе ими вышивать замечательно если не обращать внимание на катышки которые все-таки встречаются на нитках есть такое дело особенно вот я когда делала бэк уже темным темно-коричневым цветом он здесь да он не черный он темно-коричневый то катышки конечно мне встречались но это все ерунда вот кстати раз уже заговорили о нитках остатки вы знаете ниток здесь и так было немного совершенно и остатки нормальные мне кажется ими можно вышить еще одну такую же лисичку вот прям вполне свободно без проблем да вот 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 на этих ниток было нитках было особенно много катышек ну вот прямо берешь нитку и ты видишь на ее на протяжении вот всего все ее длины ну здесь может быть и не так заметно но вот какие-то такие дополнительные еще утолщение но их можно убрать рукой поэтому ничего страшного все это можно принять ради красивой красивой вышивки удовольствие я получила огромное потому что вот не собиралась делать финиш на этой неделе думала повышеваю немножко и все но таки нет да все все получилось так как получилось и я очень этому рада да еще хотела сказать мне вот и писали в телеграм и в youtube комментариях по моему тоже писали да и я сама в понедельник это видела ходила я в понедельник в леонардо и там как раз были вывешены вот эти наборы с лисичкой атом по студии в распродаже они сейчас продаются по 199 рублей но если вы там пойдете и и воспользуйтесь своей скидкой там еще меньше будет я ее покупала вот эту лисичку тоже примерно за такую же сумму по моему рублей 179 или 180 вот как-то так но это было еще там год с лишним на вайлберрис так что сейчас есть все шансы у вас приобрести точно такой же набор по отличной цене и там есть еще ли приключение этой лисички и стыковками зонтиками как я говорила там она не одна и есть вот вы знаете то та же самая лисичка только она отзеркалена и мне кажется даже вот и схема одна и та же может там с небольшими изменениями одеялка точно такой же и она сидит под елочкой там еще новогодняя тема но вот у меня именно осенняя лисичка мне не давала покоя и именно она забрала мои мысли на вот этот вот период вышивальной но вот как-то так да и вот других лисичек я вышивать пока что не планирую вряд ли буду вышивать ну вот именно это будет теперь меня жить и украшать мой дом да кстати помимо крестиков я думаю вы видите что здесь полукрест причем весь полукрест здесь в одно сложение нити может быть кто-то не любит такое проявление вышивки но мне кажется здесь он очень и очень уместен особенно вот там где вот этот пар идет вот это вот нижнятинка фоне это замечательно да и внизу тоже абсолютно не напрягал очень здорово также здесь еще есть совсем капелька французских узелков но вот сейчас при электрическом свете почему-то они как-то у меня не очень заметны вот на кружечке вот эти вот горошинки и на чайнике их абсолютно немножко вот просто просто капелька также по бэку бэк здесь супер легкий супер замечательный он весь счетный абсолютно и вышивается одним цветом в одно и два сложения в два сложения совсем немножко ну вот на пеньке вы видите здесь более яркие вот здесь вот в одеялки ротта у лисички брови вот это вот в два сложения все остальное в одно сложение тоже все очень и очень простенько и абсолютно не напряжно вот у меня она просто в удовольствие шла у действительно настало время для этой вот малютки для этой красотулечки очень я довольна иногда вот надо себя порадовать такими небольшими процессами поднять себе настроение ну в принципе и остальные процессы тоже тоже поднимают настроение ну вот я говорила также что еще в рту лисички повышеваю я повышевала но совсем немного покажу тут тут даже я не знаю говорить какое продвижение не не отслеживала были у меня мысли и планы заполнить вот эти вот все участки но сейчас уже все уже я этого не успеваю сделать сейчас буду монтировать видео выводить его в общем все вот такие вот хлопоты это тоже займет определенное время поэтому вот на таком результате мы с вами уже можем проститься ну что еще сказать неделя получилась у меня такая с белыми маками и с лисичками лесячья неделя лисья неделя очень здорово много оранжевого цвета много ярких красок вот такую себе веселую осень я устроила несмотря на дождик за окном ну что ж друзья единственно что я не успела из чего хотела это дименшинс прогулку в город но на верстаю на следующей неделе все впереди значит дальше будет еще интереснее на этом я с вами прощаюсь желаю мега вышивального вдохновения творите красоту а с вами была светлана до новых встреч в эфире пока друзья